но второй раз по мне а зачем кстати венгрия прислала конденсьеров зачем венеция дала денег и прислали конденсьеров ну и что бы оставить пошлю и деньги оставить там суть в том что в любом случае было бы банкротство надо было кого-то выигрывать и кого в итоге ну москву россию а мы сейчас создан но господа тогда я считаю не мог орден а если ты знал что будет банкротство зачем тогда брал с москвы 1200 годы вместо провок потому что у меня клаймов нет на нее не съем так понадобится господи там уже ржев написан по-польски а вы знаете что турок сейчас упадет в распри а ты уже зашел смотришь ну да ну а чё там делать нечего ребят а чё в византии она чьи-то воссо мамка да там просто спасибо португалии да португалия молодец правда всегда херово как тут сидит с краю делает чё хочет ну поэтому перейти варспун подожди ну распизделись португалия не на тебя варспун и варспун нет я блять про другое нахуй что там за шапки подтягивают блять свиницы ты блять вообще не знаешь как оно было и сидишь там что-то говно во рту метишь да по лицу дениски хожу вот и мишу да дениска ты чё дениска вармонгер он больше не пассив все он таки смог попереть венецию который была войне с османом это сильно да это же сыр для него сильный я не смог поюзойти обстоятельства какие ну слабость венеции занята она так и манила тебя да я старался и до всех сил и манила и манила и манила и манила и манила и манила и чё в итоге то ну а в итоге выделил отдал пробу одну обратно ну да но я в трех порах лишился за то приобрел кучу дохода и знание что я могу раздавать кучу денег мне кстати очень в войне с бургой повезло мне когда войска просели а бурга оверлимит сделала мне задание дали типа ну превзойти ее ну короче которое уменьшает содержание и рекордмент ускоряет то есть прямо во время войны четко вообще ну вообще пасс война равная хуй знает испа сука жесткая этот блять пруссак со своим генералом он жесткий у меня ничего нет испа жесткая у нее 20 тысяч я вообще в шоке с этой что прости что прости то есть вот эти вот 50 которые в начале там 80 тысяч испа которые мне один на меня испа убивает один на земле но я вижу только 20 тысяч сейчас нет она не может соединиться вот я пошел воевать с испой она одна у меня просто мп нет меня испа пиздит одна короче сейчас вот два бюсбурги у испа ходят о чем ты ну не знаю ребят это все вы мне скажите я не знаю 24 тысячи испы просто ходят где-то там в испе вот что я видел вы мне скажите ну в том то дело что они ходят в испе и они не воюют пёс напал на польшу без ривола и измерился сразу что первый раз да понял класс я знаю как вывести к русски с войны как Люба когда ты ебанулся что как еще раз а вижу когда да я не против да 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 мы лучше польши все еще раз кондотеров втроем кинем угу мне не надо бы что дать мне же бы со всего мира кондотеров покидать не я отнимаю вот сука вот у тебя сидит сосед и ты ему вот так вот помогаешь это вот я просто в чате сказал что я с тобой делал никогда не буду не пустыркова и после этого ты дал кондотеров не там бургундия а потом что ты постоянно меня пилишь почему мы постоянно воюем но я не знаю что ты против меня воюешь бургундия 4 по развитию 6 да господи они уже они уже в таком формате воевали бургундия и бруссия ровно на тех же странах в партии Биа Вольфа ну походу понравилось да ладно что пускай воюют это как бы норм просто потом пускай не задают вопроса почему как бы мы с ним воюем всегда не я с тобой воюю ты со мной ну как бы если смотреть уже по русской новой этой херне то у меня нищие бровь не нужны в бурге максимум мне что нужно это штаты и время все это мало? ну не так мало а че ты не сажал всех инишек вокруг что ты слышишь тихо меня златуть натрезла всех ээээ ангайд лейпциг вверхинга нет а эти такие умные я в баху тебя ага серенького цвета такого ну просто так и так серенький и так серенький дениска гадит всем дениска гадит вот кстати пройдем все опилить а то я сидел так плохого бруссия сейчас превратилась с деньгами в этого как там в новую виницу а тут же лимит тот же доход да начало просто сессии по моему меня порезали надеюсь не то сняли все расходимся софата нет ну ты ребят вот и говорили за 23 3 минуты мы еще ожидаем хотя я не знаю ну блин три минуты это много грязь быстро мы хорошо бы закончить попытаться закончить войну сегодня потому что иначе это будет очередная война в skype вместо войны на карте мы не для того играем ну то есть это тоже элемент но лучше конечно воевать все таки там я не могу воевать и говорить а кто так говорил наивилом не в понедельник короче там на трансе все нахуй выпадают не не просто начинаются сессии там отменяются кондотьеры кто-то выходит на белый класс повоевали пацаны в итоге короче кондотеры труси перебегут франции это норма не мне мне кондотеров мне чтобы он напал просто и пильнул его нахер по-быстрому мы можно это но за штабы можно договориться что дачи был английским не так давно из чего за англию отдавать про нормания тоже было у вас там колонии воюют прикольно но у меня нет колониальной ац пока да и поэтому типа просто освобождаю про холмэрт блять где подруга у меня топ-5 армия в мире ребят сейчас короче придется охват из каждой расходимся ребят закончили сегодня почему топ-5 то нету топ-5 армии и вообще не в полную силу и у меня 5000 колония португалия топ-15 кстати я только одну какую-то вернусь семи городов нашел мне дали там 10 престижа все мне вообще ничего не надо там где-то осталось чем без свободно еще какова канада я не знаю там где надо свободно какого канада грязи все южная америка точно я сейчас одна пробка фонд осталось до луизианы там 5 сейчас будет хочу бразилию а я смогу про холм лэнчер захерачить он же капнет отдельно хотя нет он же как моего сов стоит а ну да и его сейчас распилят повстанцы укуски тоже много было восстания в описании в колонии пришлось даже туда не возить хлопец ты хочешь дай по повышению доходов ребят время 11 всем большое спасибо золотые дошлищи ворожью до свидетельства ну как бы можно посетить попиздить можно расходиться если хочешь гайд что давайте напишем какой сапог нищий что переносишь в ровно с торговой столицы имеющиеся в панель на 5 монет точно повысится а у него сейчас где торговая столица я не переносил еще я не переносил мяночку не подожди я когда вот эту заберу что там у тебя к им генуя да нет ты не берешь какое вот это типа обороняется и такой я у тебя заберу смотри ухармонген ты какой я направляю на вас францию в домиках все-таки цепки псы ну что ты пёс я вот не понимаю чё испании надо вот вот чё вот ей ну как бы она меня боится а тебе чё надо правильно делать я баланс я за баланс я по механики в дэв я по механики в дэв я по механики в дэв собака появился в скайпе анти один вышел кстати все ну ребят ну все я уже сказал на сегодня если он хочет повторить судьбу пса его катки в общем смотрите а варспуна нет пса ну варспун был хочет ну я понял но у него не получится ну он слабый слишком у него сейчас вместо 80к воюет 25к я не знаю как он играет как играть я вступил в войну без МП у меня закончилось МП у меня был 25к ну это очень прикольно потому что я вступил в войну с 10 тысячами МП у меня была Испания блин на всю Италию и на полуфранцию как в Испании все плохо да денег заход наверное 90к ой у меня же сейф есть погоди смотри в Испании в Испании все плохо ну к слову в Испании сейчас все плохо потому что у него наемников нет у пола я уже тут снять и наемников они взять ниоткуда блять ипать Австрия с Венгрией богатые сука по два куска блять на кармане блять у драгона это нормальная тема он ишек грабит своих и просто мне Венеция накинула я просто не потратил там что подумал что возвращать придется этой Абуси я сбываю египту монету я это Абуси если она в банковство упадет если не упадет это не Абуси вы можете открыть и посмотреть что у меня утрихт блять ебаный утрихт косарь 200 блять не ну слушай это минор нидерландский естественно у меня всегда так Погорюнг кстати там за блять второй нидерландский минор косарь 400 но это займаем всем спокойно ночью с вами давай удачи португалия португалия блять имеет там 300 монет не я хочу что ты меня островок продал какой я хочу колонить настоящие идеи там не кошек у кого нет это не островок у него полстраны не застроено вообще почти ничего почти ничего у него самый застроен это Арагон Это 9% в Севилии. Всё, вопросов не имею. Хочешь расскажу, как НУР, чьё доход примерно на 20 монет? Мы против него воюемся, что? Я, просто так, ну, к слову. А, ну, тогда просто... Просто горящий ответить из пары. Нет, ты можешь ему потом сказать, когда он будет в районе, ну, 5-и проф. А сейчас не надо. Да вы поймите, что ему сейчас эти деньги никак не помогут. Нет, нет, нет. Хорош. Хорош, хорош. Он потом ещё с нами будет давать, это Варспун, он не останавливается, пока не запилит в ноль. Все мы его знаем. Господи, на тупырь собирает в двух ТЦ. Ты про кого? Ну, я в дину и собираю. Про испанцы. А чё, по-моему, Гену не собирать, почему нет? А, эффективность торговли падает, как мой пиздец, и у него 39% в Севилии. Конечно, у него денег нет. Лавочка. Ему же давно надо было в Гену переезжать торговать. Очень давно. Он сидит, когда он торгует двух ТЦ. В Гену, конечно, нужен. Там же и Франция, и Савой. Если это, как вы говорят, приди, пожалуйста. У него там намного больше влияния. Намного больше. Чё, говоришь? 28%? Так, дохуя влияние. Так, если он ТЦ перенесёт туда, то это много будет. ТЦ перенеси и цепочку выставить. Перенеси ТЦ, да, и отправь колонию. Блять, ты у всех пусть ТЦ переносите. Крием, Гену и отдай, Вармангель. Да, Вармангель. Крием отдай, Вармангель. Э, взял такой Милан, Билан запилил такой нахер, ещё папа пытался взять. Жирота. Так он всё, у него уже 50 лимитов, всё. Эмба. Денег не уйдет. Пусть и по Денгамбелее. И чё? Учё, 8 монет плюс. Без содержания, без армии. Господи, а бургат какая бедна. Бля, нахера я его вообще слушал? Лас, там было больше 50 монет, чё-то. Ну, конечно, до того, как я эти порты заблокировал. Естественно, Лас, не можем сапливать. Лас, Лас, пошли денег и с собой, пожалуйста. Гениально, в общем, гениально. Господи, нахер я вообще с тобой разговаривал. Молодец. Молодец, Лас. Нахер ты воюешься, чё. Хоть по краям быть сделал. Следующий бургат такой бонж вообще. Ну, как бы, дело поправимое. Пять не без флайма, через 15. Ну, он, кстати, не, ну, бургат в оккупации как бы немножко будет. Самую малость. Ну, нет, а 4 пробки в оккупации. Ну, у него все Нидерланды, и он там от налогов плюс этого имеет всего 25 монет. Он не спрошил ничего. У него доход сейчас 37 монет. Ладно, допустим, у него торговля была на 35. Еще 25. Хотите узрить самый доходный регион? Узрите самый богатый регион по домикам. Откройте сафарка. Чё открыть? Сафарка, вроде. И чё там, Александрия? Нет. Топовый застройка. Это самый богатый регион по домикам. Какой? Какой? Ну, посмотрите. Сафарка, уэн. Ну, бля, нормально построил десяток домиков. При том, что у него, блядь, построены домики, которые дают 6 монет, но, блядь, не построены домики, которые дают 30 монет, блядь. Воркшоп, блядь, в этом, сука. Халиби. Походу, ему срабят. Тем более, он думал, что этот урк уйдет. Стопудовно. Я вижу, что он в налоговой мечети там настаёт. Меня одного напрягает лимит Османа. А чё у него? Меня одного напрягает доход Османа. Там, не знаю, сорокетский. Он-то не оккупирован, вроде. У него сейчас внутренний раз припрокнут, плюс банкротство. То есть, он сейчас ничего не сможет сделать восстание. Да его и перейдут, там сейчас перемирец пойдёт. Господи, какой он осущенный Осман. Да, ну, он это уже так хорошо. Знаешь, я сам факт говорил, что балансить имбовую страну хреновым игроком, это плохая идея. Это будет, блядь, пиздец. Проще убрать, нахуй, Османа и посадить нормального игрока в регион. Ну, чё-то как-то вот. Он решил так сделать, чтобы были там какие-то превозмогания. А ты думаешь, что он на миграции? Если в Константинополь попадётся, перейдут в Константинополь торговать. Потому что мне Венецию не дадут торговать стопудово. Как правильно Пшекия называются? Пилси. Пш-пш-пш. Я заколебался это так вводить-то. Я его всё запомнить не могу. Как он пишется? Пилси. Я выбриваю. Ну, что пишешь? Дебук. Бля, там больше богатые. Ни хуя не скажешь. И там все будут у тебя атаки. Слушай, я вот так решил радостно зафиливать. Пакунуш, это доход 40, погодите. Чё за херня? Балтика, может, нет? Может, у него что-то есть? А чё там же дитвы какие-то были передачи? Да я всё не туплю. Я анклав сделал. И без рива он опал там полная. Не, понимаешь, это на самом деле хуйня. Вот ты кондотера в бурки послал. Вот это на самом деле косяк. На самом деле вон там это. Ну я не считаю, что это косяк. Потому что ему хлопец две монеты даёт. Это шутка. Господи, швед богаче османа. Кстати, вот смотрю на турка, я не понимаю, чё у него не так? Что у него не так? А у него и автономили по 50 везде. Он чё, специально ручками поднимает? А как ты думаешь-то, блядь, если он банкротится? Ты ебануцый, что ли? В общем, не играешь. Если тебе не помогут подавить пространство, ты развалишься. А, помогать некому, да? Понятно. Больше должен был. Больше банкрот. Да, сейчас получается, что мамлюки гораздо богаче и по лимитам вполне неплохие с турком бороться. Вот только сурочный по лимитам. О, вот Австрия молодец. Вот Австрию одобряют. А что молодцы делают? А чё там Австрия, ну-ка, ростой? У неё нормальный доход. 65 доход, нюх я себе. Не знаю, я вижу у Австрии какой-то стэк по Польше бегает. Чё это чё это такое? Бля, ребят, застрой на Австрию, которая... Нима, перешёл этот набор. Блядь, зато в Австрии, сука, лимит армии. 26 из 94. Он деньги копит, потому что... А ну, на него никто не нападает. Зачем на армию? Зачем на армию? Там внизу два огрызка, и вокруг все воюют друг с другом. Он сидит в центре и жбёт и... Австрия подавляет в Востане Польше? Да. Он Нима в меня уговорил на один раз. А у самого, блядь, есть в Востане, но надо ж Польше. Драгон, зачем тебе? У меня не было в Востане на момент, когда я пошёл. Драгон, зачем тебе? Да ладно, драгон, мы всё понимаем. Блядь, ну тебя пилить пёс, господи, ну чё. Малко. Только человек. Ну понятно, точно Прусака будет пилить. Ты посылай бурги, кондертира, посылай. Я потом Драгону тоже закину, как он тебя пилить будет. Ну Драгон, если меня будет пилить, там я и без кондертира проиграю. А вот с союзом с Францией можешь что-то сделать. Союзом с Францией я бы тоже пиливал. Только с этим, что я говорю, пилитка никогда не будет пилить. Да при чём ты, не герваты, господи, никак не разница. Ты мог уже запилить в начале икры. Я не хочу, не, послушай, не надо убивать в первой сессии. Такого не надо убивать, надо сделать так, чтобы она шла гарантированно в нидер, а не гадировать подбоком. А если я снимаю уни, он лидер пойти не может. Что ты снимаешь? Уни. А зачем ты снимать уни. А что ты хотел, что я с него сделал? Ты забираешь шампанские кровки. Здесь у столицы. Там клайвов не было. Там клайвов. Вообще, если унии снять, то можно ему внедрить уже и не уйти. Да, но страна будет убита. Он как бы без миноров не будет. Пацаны, почему вот, например, центры реформации и все они крестят, блять, Австрию. Они, например, мои правы. Православные правки не крестятся центром. Да? Да. Что-то, по-моему, ты не прав. Я прав. Между прочим, Австрия на втором месте по потерям. Тогда подожди, стой. Которого никто не впилил. Подожди секунду. На первом известно. Подожди секунду. Тут высказался один... Господи, я смогу сделать нормальный записок. Высказался один товарищ. Да, возможно, ты сначала в католичество перекрестил, потом прошло время, иди перекрестили обратно. А, Могилёв я в католичество перекрестил? Да. Да? Когда? Могилёв. Религиозная обувь, 583-й год. Когда я перекрестился? В 33-м году ты перекрестил. Наверное. Даже. Во время. Ладно, всем спасибо. Спасибо, пока. А Брослав тоже? Я всё понял. Сафат не давал смотреть сейвы, потому что тогда были... А Вима. А Вима. А Вима, ты сука, глупо. Открой историю провинции, посмотри, что она в 505-м стала католической. Да, это прежде чем обвинять других в лжи, подумай сам. Православные не крестятся центрами. Никогда. Только что в этой сингле играл на Сербии православной. Вокруг меня было три центра и ни одной пробки перекрещены. А где католичество-то? Вот, смотрю, Вильнюс. Где она стала католической? Блядь. Могилёв, смотри. Блядь, запашь, блядь, про Могилёв, пиздец. А Вильнюс что? Не нормально, не подходит? Она изначально католическая. А Брослав? Мне Брослав изначально католическая. Серёжно? Открой Литву вначале. У меня купе цирк был. У меня провели оптику. И когда проблема, нужно звонить 123 по телефону. Но как бы телефон тоже не работает. Мимов, отруби. Норм. Короче, это у нас просто рассосало человек пять без. Ну нормально, сохранить. Всё, 15 минут осталось, господи. Вот даже если мы сейчас начнем, что-то играть. 23.30 заканчиваем. Просто когда я позвонил, мне сказали, выделите этот фактический кабель из Могилена. Я спрашиваю, может из Розетки? Нет из Могилена. А, короче, сказали, ладно, Могилена перезвонит. Сейчас я просто выделил из Розетки и вставил. Всё заработал. Ну просто перезагрузил роутер Дену. Не, не мог. Открою самый первый сценарий. Посмотри на Фильные Братслава. Какой эти религии? Правильно, протестанты. Гениально. Чё? Какие протестанты? Чё? Вот открой, посмотри. Самый первый сценарий, они протестанты? Сходу? Да, да, сходу. Как в 1444 году могут быть протестанты? Кастом Нейшн. Не упарывайся, там стоит один перекрещен в католичество. Задолбал. Честно, тупить. Критив мне вообще насрать. Я, честно говоря, даже откатываться не буду. Куда там? На какой-то сценарий? Какой сценарий? Самый первый. Ну, это из игры надо выходить. Короче, прими как данный страдает. Хорошо. Чё там, как война? Ну, как в потеем, в потеем. На религийцанских субсидиях сидят парни. А чё просит? Ну, он любит дарить, конечно. Ну, да. Не знаю. Своротят четкий регион, конечно. Смотри, дарить тень его. Чё-то стейка там не поставил. Блин, админки не было. Так они бесплатные вроде, нет? Не. Культура же нет. Ты ж должен сначала админку потратить. Только 244 админки. Там они нищие. Я все-все слил админку, чтоб 5 дисций не было. Здравствуй. Просто там, это 80 этих, как они называются, админки можно потратить за коллицировки. Это в Дальтинио. Вот как бы. Кстати, Сафар, сэйф глянь, ты сильнее турка. Ты очень сильнее турка. К слову. Ты турка 40 с чем-то. Он уже больше защищает. Который банкват? Ты там с банкротством из-за этого. Там турок и Польша попали в банкротство. У турка сейчас внутренние раздоры, он просто развалится под банкротством. У турка... Это тоже очень строчий. Просто внутренний раздоры. Дом, а что ты строкает. Дом, а е... Как же ты турки? Да? Тут 80 тысяч повстанцев. По всей стране. Дворяне, крестьяне... Ну значит только не будет, зато за ним о восходе. Не, ну Тасов надо балансировать, значит он в сердце живёт. Эй, я не понял. Не, ну я забалансирую, ты же понимаешь. Чёрт, надо идти только удалить по стадиям, глядь. Ты слышно забалансировал страной, игроком, чёрт. Франция подает на стадии. Кстати, я не был на театре на этой карточке. Да пофигу, какая разница? Не, ну просто. А кто? Ренат. Это будет нормально. Я Ренат красавчик, чё? Я вообще думал, что инициатор нам лёг, потому что я ему Венецию скинул так красиво. Просто изящным жестом. А себе чё нельзя? А, я боялся. Тут сразу пацаны налетели, сразу со всех сторон такие, давай тыщ, тыщ, тыщ сражаться. Сам меня не удержусь. Самый ассоциаловый литератилью держу. Сафар. А можешь продать две пробки? Я хочу уплыть в Азию. Через тебя. В Австралию колонне. Ты видел кто там? А? А, в Австралию? Нет, Австралия там же в Амрюкской Австралии, всё забито. Не думаю. Такого нету? Чё-то в Бразилии. Ну блин, Испании не доход давать, это чё тут не очень. Я чё не понял? Швед опять перекинул союз на Москву? Чё я давал? Воу. Мне вот интересно, как мне на Беднеция оставшись переехать в Бразилию? То есть мне нужно все пробки отдать на эту печаль. Я тебе там поеду? Кроме одной нужно отдать. Да нет, пока хоть одна, я никогда не поеду. У Варспона появилась большая саловия, желающая южной земли. Вот я и говорю, не начал никуда прижать. Время перейти ему. Вот видишь, всё нормально. Беднеция от торговли получает больше, чем общий доход. А ты? Да накидали, потому что ей есть, спокойно. Смотрите, кто ей отдаёт доход, вот и всё. А мы это всё видели, но похуй, денег много. Ну да. Блин, у меня... Посмотри количество займов. О чём ты вообще? Лучше бы ещё там взял займов в тысячу три и скинул он Сафату на домике. То есть смотрели на всю его страну, блядь, и плакали. Сафату, у тебя домик не построен на производство, блядь, за 80 монет, которые 0,3 даёт. Где? В Алеппо. А, в Алеппо, может быть. Чувак, я на деньги на домике. У меня было только на два... Нет, на три. Мечеть. Со начале игры. Господи, всего этого. У меня не было где-то. Знал бы я, что у меня такое богатство под боком. Я просто застроил уже Францию домиками и этого, и Сафату. И развлекался бы. Ты чем-то другим занимаешься, что ли? Ну, блин, я это мог делать уже в начале прошлой сессии, когда меня ивент только прокнул. У тебя скоро все равно заберут уже то, что ты там хапаешь. Ну, бывает. Но... Почему ты так, наш пассивный вармонтер, блядь, прокатится, как нёдти разочеку? Ну, я сейчас знаю, как армию строить, поэтому я могу оверлимит набирать бешеный. 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 Да. Изи-бризик. У меня остаюсь пустой. Стронка идет про то, как когда ты нанимаешь тридцать тысяч этих. Коза Ностра, делай клайвы на бургу и вступай за меня в войну. Не. Как признать. А мне не нужны пробки бургены. А, ну все, тогда, ну ладно, че. Просто, Виктор, я создаю тридцать тысяч арты и все остальное забиваю на ёмниками. Пёс, а пробки Австрии нужны? Нет. Что? Где мне Польша? А если все здесь низки? Да, он сейчас скажет ему и польские не нужны. Только, сука, пострадают все трое в следующей сессии. Да, ну. Может, его кондотируем и закидать кого на ищу не пойдет? Ну, что человек и так выставляет в таком свинь? Не, не. Псу ничего не нужно. Он только Тевтона заберет и все. Биос просто прочитал описание своей формы правления. Чем больше пробок, тем меньше дисциплины. Ну да. Мне пробки поэтому не нужны, я не хочу никого воевать. Бо че. Он просто будет давать соседям переходничную пробку, говорит, ты ее качаешь до тридцать и потом продаешь обратно. Песа, а это будет рекордом твоим, если ты в одной партии дважды будешь выпилен? Ну, вообще, Ним, в отличие от тебя, меня не выпилят никогда. Это был единственный случай, когда вот меня нападают. В смысле, в отличие от меня? Ну, я не знаю, что ты там пытаешься сказать? Нет, я ничего не понял. Какие рекорды? Когда меня выпилят? Ну вот, только что я тебе говорю, будет рекордом, если тебя дважды за партию выпилят? Или нет? Ну, выпилите, выпилите. Наезд на Крусию, что ли? Ну, скорее всего, меня выпилят, я ничего не говорю. Так и понял. Кто? Кто Австрик, кто? Дениска. Как он тебя ревалом поставит, если тебе лимит 25, а у него будет 50? У меня лимит 50. Ага, вот именно. Там Венеция упарывается. Нет, Венеция не упарывается. Между прочим, Сафат, когда через 40 лет у него упадет ивент на минус 2%, он тут же обанкротится. Нет, я не обанкротюсь, потому что я буду платить тишину на 2%. Нет, у тебя займа на 27 тысяч. Я буду платить 0,25%, по которым я брал. Нет, у тебя только 2, минус 2. От административки и от экономики. По взятому займу он только будет платить больше, только если он его перезаймёт. Так кого он и будет занимать? Да, да. Ну тогда вы что? Креатив заканчивает термин, короче. Ребят, давайте так, от креатива денег не принимаем. Да уже мы принимали на 27-ку, скорее. Вы принимаете в следующую? Ну, как бы я там ещё в войне принял. А сколько он денег раскидал? 27 тысяч. Нет, меньше. Ну, уже 20. Я 3 тысячи занял. Сколько досталось? Мне он кинул около трёх штук. Западки кика его и подраспел. О, нет, 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 нет. А если креатива выпилят, вот в войне он запанкротится, то тогда как получается? Это, блядь, и не совсем обуз. И я запанкротил столько. В смысле не совсем обуз? А что это? Не волнуйтесь, я решу до следующей сессии. Естественно, конечно, если я заставлю всех отдавать, то, возможно, кто-то начнёт врать. Да пофигу ещё раздавать. Сейчас ставят уже. Ну, хотя бы раздавать пусть поиграть. Ты пойми, никто не знает, сколько кому скинули. Я посмотрю, что за фишка у меня. Только вот принимающая страна. У него есть минимальные займы. Да, 06 никому неизвестно. Это всем известно. Это всё пишется. Звонка ему пришло, а знает только принимающая страна. В Франции я поставил 3000. Ну, возможно, 3000. Не 3000. Конкретно один посылание было 2000. Как второй? Ну, лучше были. Ну, потом ещё. Вот сейчас вот в середине. Короче, открывается сей. Вот я сейчас смотрю. Мы просто по СНГИФТ и смотрим. ТЭФ Венеция, СНГИФТ, и вот оно всё видно. Ну, отлично. И там можно просто настроить сообщение, и тебе во время игры сообщается, кто еще кому ничего шли. И сколько. Ну, в общем, я так подумал. Походу, я реально дичь сотворил. Хотя вроде я думал, что это не абуз. Хотя это и не абуз. Ой, даже я не понял. Да, ты хуже делал. Раскидывал деньги в мире. По миру. Да-да-да. Окей. Ты вообще клялся, что тебя не будешь меня трогать. На коленях стоял. Целовал мне пятки. О боже. А потом превратился в мягкую лужицу. Я бы был тебя нахрен. Твой вкус весьма специфичный. Это не надо меня кусать. Фуд-фетиш. Ой, динус. Я тебя вручаю. Скинул каратасканок, заполомател. Пойма на Японии фуд-фетишист, да? Ты говорил, что ты не японец. Я не японец. Вообще, какого хера при займах можно послать динфти? Раньше такого что-то не было. Что в займах? При займах посылают стекло. Деньги ты не можешь... Нельзя, если доход плюс. Нет, если ты в плюс. А, у меня изю. Доход. Ну, в общем, мне надо выжать всё с моей стороны. И сделать Италию. Просто выжать всё. Вообще всё. У меня есть 50 лет. К сожалению, если я за 50 лет не справлюсь, то... НГГ мне. Ну, ты можешь успеть бродили убить. А, какой смысл-то? И там же у нас автономия, а она будет не с моими идеями. То есть она там... Четыре провинции и ждёшь. Ну блин, четыре провинции, это насколько? А потом в три колониста просто с запасом вот так вот, моментально. Ну, хотя я ещё в Турцию могу переехать. А на Ванимов, похоже, того он прокинул. Да. Это, как это они... У них, конечно, их два банкротства на двоих, и кто там ещё кого прокинул, непонятно. Явно не Турк. Явно не Турк. Явно не Турк, который капнул и пошёл его сразу же. Блин, ну это печально. Зато, как мне кажется, у нас очень бодрая игра, да? Чё-то, что я не могу ему сказать. У нас чё, бодрая? Мы на сорвался с мамлютой. Да, хорошая партия. Чё вы? Ну, Поберю, чуть-чуть мне баланс не нравится в Иберии, потому что там просто нет риволов, условно, да? Да, слабая Иберия. Собюза не хватает. Собюза не хватает. Надо садить урагон. Да. Да, вот вместо третьей Италии Арагон был бы, наверное, норм. Мне кажется, всё-таки Франция самая такая серьёзная. Блин, если бы была Арагон, тогда бы Франция просто сажала Иберия. У меня остался на один. Франция слишком имбанно, на мой взгляд. Если сажать Арагон, то надо как без Франции играть вовсе в баланс. То Османа, то Франция. Ну, Франция, Османа. Ребят, Франция абсолютно балансовая страна. Вы просто абсолютно. С соседями. Как бы... Ну, да, конечно. У меня Испания просто один на один меня укатывает. Да ничего она тебе не сделает один на один. Я выиграл не один на один. Я проиграл обе битвы. Всё. Притом заявлено преимуществом. Баба? Да, блять, люди, которые дали создать Пруссию. А, ну это вообще класс. А, ну он же ушёл после этого. Хочешь, у тебя баланс в количестве. То есть я тут умираю. Тебя больше? У тебя просто МП сейчас нет. У тебя больше ты привозил, у тебя было на 20 тысяч твоё больше. Просто ты не те идеи взял. Кто? У него же мин, как у тебя ходят. Денег у него меньше. О чём ты говоришь? Мы об оверлимите. О чём ты? Ну и чё? Для денег больше ты можешь больше себе позволить. Я не знаю, что я денег больше. Такого быть не должно. Вот серьёзно. Это косяк Испании. Она вообще не как больше. Она вот сейчас должна быть точно абсолютно богаче меня. Вообще, по-любому. Но он играет богаче, это когда сука колонии есть нормально. А у нас, блядь, извините, из колонии, блядь, Карибы, блядь, одиннадцати провинчатые, блядь, и Мексика тринадцати провинчатые. Нихуя не тут в Бразилии. Обычно в этой партии к этому году там уже, блядь, Аргентина есть, Бразилия есть, Колумбия есть, блядь. Оно всё деньги ведёт, и поэтому в Иберии деньги есть. Да испанец просто много отдаёт Португалии, вот и всё. Ну это да, наверно. Испанец давно пора был перенести до церкена, и всё. Да, у него 28 процентов, охуенно. Для того, чтобы перенести до церкена, и посмотри. За тест. Ну, он за тесте. Ну, либо сразу вместо Мексики ехать. Надо перенести до церкена и отправить кубцу, направлять в Гену. Я на Мексику по трёту его на 1 кваде. Ну, желательно, конечно, отжать ещё какой-нибудь Прованс. А чё вы как-то хвазили слишком? Такой оптов, орден Нимо, кто получает? Нимо Фалипансов? Что? Орден Нимо, кто получает? Оба обанкротились. Нет, подожди. Нимо уже тогда победил. Я не выезду. Или он потом победил? А что-то пошло тогда? Это не совсем будет орден Нимо, потому что я же не в этой войне обанкротился конкретно. А, ну да. У меня куча займов была ещё до войны. Я просто уже, так как выбора не было. Больше 50 лимитов. Как у Пруссии? Ну, так блин, если я автономии поднял, естественно. Утешествия в мире оправдываешь? С Москвой, да. С Пруссией как раз хватит. А что с Москвой? Крепетрируешь? Ну да, дам ей 4 пробки. Подожди, ещё треком. Ты хоть Клямина делал, но... Дениска вражку сходит. Ну, а чё бы нет. Дениска в Сибирску. Да, я создал. Да, я создал. Да, мы ишек нет. Если сейчас Османа с трёх сторон... Есть там иишки. Спилить их нельзя. Одну? Османа не станет. Турок слишком поздно обанкротился. Так я ему говорил раньше делать это. Он что-то долго не мог сообразить, как бы обанкротиться. Он просто... Из-за 3 года, которые будут он ещё в банкротстве, его осадят полностью Анатолию, как минимум. И никто его не задает. Вообще никто. Мишка. Сдох. Ух. Ух. Кручавстая, плохая у нас. Как игрок. Вот, его куда-нибудь в Испанию, например. Да. Вот это я согласен. На краю. Больно сидит, чё вам не нравится. Билет, конечно, строит домик. Блин, с таким геоположением, то он бы уже с хвостом погонял и Бурконджи, и собой, и я, и Венгрии, и Польшу, во всех по кругу, по очереди. Ну, ты знаешь, это только на первом кругу, а потом он по кругу пойдёт, не понимаешь, да? Нет, не пошёл. Ты не дооцениваешь хитрого интригана, он на твоих пяток доберётся. Постой. Нехуятно, например, говно бежит твои пятки. Вот, при такой испанке Бургунте, которая из Франции пиздится, можно было запретить Бургунте жрать просто, запретил и всё. Все равно, чё сделаем? Ну, ты видишь, она, кстати, не работает. Я предпочитаю дружить с соседями. Да, правильно ты меня пилишь, да? Драгон, Китай-Союз, у Мирского есть. Я нашёл, кто первый напал. Драгон, ты кидай, кидай союз мне. Давай дружить, сосед. Я дружу, но союз не к нему. Это так же он с Винницей дружит. А, я хочу подождите, я уже вылечу из Сальвала в Австрии, когда он мне ещё раз примёт. Ну да. Ты можешь даже мне начать продавать массово провинции. Нет, ты что? Просто знаешь, там всё у тебя заклеймит, кроме трёх провинций, и всё. Выпадай. Ну да, останется, наверное, мантуя только. Я не уверен, я вот сейчас в Генуе перенёс, и у меня доход упал на 5 монет. Потому что яишки неправильно на Курцов ставлю. Потому что ты должен получиться в Порту, а в Севере. А нет, ещё Рагуза останется у Венеции в случае чего. Я думаю, что таким турком я перееду в Константинополь. И Проклама Ренат хочет поселиться. Ну, в печали. Будем сражаться с Ренатом. В печали Ренату, да? Ну или Сафату, продам. Ренату, задумайся, а у тебя он сидит такой, который тебя переселяет налево-направо. Сафату отдам эти сайгровки, переселим его. У него запрос прочности большой. Переселяйся в Бразилию. Так, я переселюсь. Нельзя. Кариатив ко мне поет на Коломию. Правила мне не запрещено. Я сейчас запретил всё. Что запретил? Переселяться не бери. В смысле, мне не переселяться или пересаживаться на Коломию? Пересаживаться, пожалуйста, переселяться не бери. А, давай. Чайно вообще. Короче, выберу Коломию, которая самая основная идея. Не, ну ты можешь как бы приселиться и жить в этой колониальной автономии всю жизнь. Пока. И всё. Ха. Там у всех кое-новые идеи. Они не одинаковые, разве нет? У колониальной автономии одинаковые, но когда освобождается становится Мексики, всякие Канады, Квейлиги. Ну да, у всех кое-новые. У Мексики чуть получше, ну и у США так все. Драгону надо было раньше Бранденбург пилить. Ой, все мне рассказывают, что я должен всех пилить. Ну надо и... А на самом деле я хочу арутинировать. Ну, Бранденбург надо было точно выкупиливать. Когда была... Когда не такой нежка было. По Ранбург даже пилить не надо, его просто можно было набить со старта и давать ему шляться. Разве нет? К требованию территории. Ну да. Низирующий. То есть даже на соперник. Если я не постоянно внимание вести, то он милый там и всё. Так что вот Бранд, Бургундия, это вполне легко можно было контролировать шлей. Итальянцев? Да. Там трое, так сказать, сидят. Но оставить их просто в троих. Вот реально забить на все. Всем мажорам. Ну все. О, дипломатия не запошла. Азаза. Угу. Паста. Из низка я тебе зачарую, но у меня проценты по займам не растут. Когда я получаю его заново. Ну не растут, потому что у тебя еще это... Ивент в исполнении. И я идея отменил, и они не растут. Драгон, давай дружить, брат. У тебя ивент. Он минус 2 отдаёт. Золотухин. А базовый 4. Госсоюз. вода. Даромы? Да да. Окайф. Как придется обуash blur. А, точнее будешь обуспичать собирать. Сейчас будет точнее будешь учить через час. Да, я буду. Хотя это оказалось. Белый и пушистый. Крузистый. Мне нельзя. коробки брать это правильно мне пробки зарабатывать кстати я не против после ответа я еще не упаду все отлично есть союза у нас не до тысячи туда придется пойти не мало спасаться безбаланс не спасешь не делай все ты шотнишься просто придешь а как осмотр а че там не будет когда я ночной если я в банкротство с вами что будет ничего не будет горизонт событий будет у тебя заберут все пробы и все нет по правилам имею ввиду кикнут тебя ты будешь лететь так и понимать что происходит мне кажется от всех возвращать деньги в турнир яички какую-нибудь там не знаю нингу там бахмани специально в португалии я представляю какая-нибудь венгрии будет возвращать пять тысяч я придумал я скинул 20 тысяч испании 20 тысяч бургунде я обанкротчився ааа будет весело мне кажется мне кажется там кому-то на тунис надо садиться вместо руси кричит упора то на эту весело а то опуск очередное правило ну продукции ты как там заплатил эти свои займы ты тоже обамкротишь для нас кинул денег рената почему ты не нападаешь на польшу кто это спрашивает руси ну на храм слетели ты их уже года три не можешь сделать у рената запал закончился все у нас манку ну нормально там банкротств бери нападай да я вижу и какой нибудь аус спинул да щас коней затребу и сразу же ты жалок ну вообще блин это говорит не человек который лизал мне пятки а потом напал это называется интрига по по пассивски не знаю даже правильно и не знай но если ты кинул по-арийски тут у нас интрига по как тебя назвать интрига по-демниски ну типа рассказывать одно как бы а потом попасть хотя подожди это ж аминьевские методы да 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 джекландовский у нас не платят соглашения он в принципе тоже как бы пиздит одно а делает другое так что нет это даже не это не уникальность уже уже ну все это скучно забыли не ну просто как бы вот алиев дошел до того что его просто никто не верит даже если он что-то исполняет он все равно как-то пиздит просто по привычке просто так как бы а по-моему а по-моему его мочит потому что он сливается нет просто физик то что на лиф он даже сам это понял уже ему никто не верит его все используют как бы все насрать а то что ты помнишь как ты воевал с алимом вместе против меня хлопца не было какой точнее хлопцы нет здесь он за колонас они потом на 4 гликнера сидят купил вот просто спрашиваешь почему я не напал на нем я могу спросить почему ты его не просто не проставил а ну что ушел уже спать а потом еще анклав сделал после того как панзер с фэлю с этим сейчас думал все следят на нем где был турок шведа призвал это в войну в итоге шведа швед без провок остался опять швед никак провки получить не может за москву воевал не получил провок за прусью повоевал провок опять не получил ну потому что кто был инициатором каточки раньше была москва потом грузия хочешь это получить сам начинай каточку нет не знаю кто там инициировал тебя в общем даже если я теряю ивент я остаюсь с минусовым доходом но я не падаю в банкротство и сейчас с москвой примажется швед в принципе а нет ему нельзя а нет кстати тут со старта венгер на полное рв и это знак да не не смеш ну там мне кажется что он сейчас даже выделится и нападет или могла сейчас а нет все таки все займы обновились это 30 монет займов 30 процентов 30 монет за процент короче надо закричаться просто как это сложно ты как это будешь записывать все расходы а ты нет а я понял что мне еще доходы упали да нет это я же идея отменял у меня доходы еще сильнее упали то есть я еще за это то есть у меня еще плюсов будет даже останется короче надо выжать вообще всю страну вообще все может вообще запретить все надо запретить брать займ не это двое допустим слишком сложно контролировать да ты сейчас здесь сложно ладно давай что скажешь собак в софате пиши интересно ой в софате в софате пиши какой интересный обычный нормальный а у кого интересно было по моему такого по автобусу ну это так плохой признак а то нет а что там ни у кого не было ну да привыкать еще начнешь охладить нет типа где интересно а это за сутки слишком переборщили хаха ну по моему топус интересно будет да у кого у вас османа блин у османа я просто прогоняю этот пиздец какой-то да там такое ощущение что не нужна даже ничья атака там сам по себе да но я думаю ему кто-то подавит встанье Польша например который Австрия придет и подавит встанье извиняюсь не ну с османом это неправильно да это что ты сделал правильно он конечно сам виноват но что я сделал чему он ходил воевать за тебя не защищать а воевать в смысле он за меня воевать не ходил то есть я подожди стоп сафат я ни разу ни на одного игрока не напал на тефтонах на тефтонах на тефтонах то есть это твое расширение как бы если бы я был сманом я был бы насрать на твое расширение забыв от тебя в случае чего как буфер шип остался вдох помогать расширяться твои половые трудности блин банкрот это печально конечно в общем у меня после кончания ивента есть еще лет десять то есть формально ты банкрот нет ну чё нет почему вот я за 60 не хочу что-то сделаю не ну если у меня сейчас если у меня сейчас нет своих рабочих то я вряд ли что-то сделаю а ну это там не срать в принципе что я делал кто-то у тебя там спит на заднем а а афинистка не признается чем я не признаюсь афинистка не признается в общем надо воевать вообще до упора до самого упора почему москва стихо ты тут ну чё он такие такие казанские права не вернулся туля просто не смотришь у тебя с ним союз осман гарантии ну уже не важно уже много слушайте а если по идее я сейчас например построю крепости еще на крите на кипре еще где-нибудь подальше где они смогут оккупировать они оккупируют те крепости на меня будет стопхит лететь ну откуда я знаю сколько будет стоить по варскору твое конечно будет если тридцатка сейчас двадцатка а не двадцать а нет но ты пойми что 30 варскор это срать вообще а а то есть я за 30 варскор ничего тебе не теряю а а я могу еще превратиться в этого в рим начать апатинетцию который никогда не возьмут за 30 варскор ну да удалить это все крепости и построить на странах нет не удалять это глупо тогда я их доходы очень много потеряю хотя я их так потеряю из-за крепостей доход ты потеряешь? нет то есть то что их оккупируют ровки а кстати Пруссия то на какие деньги построила столько домов? ты на Венецианские что серьезно? я не кидал в Пруссию ничего ты кинул в Пруссию я кинул шведу рашки Франции кинул Англию кинул Вену жуки я бы скликнул и кинул несколько шведов в Пруссию я помню что я шведу рашки кинул по 2000 в Великобритании по-моему две с половиной и Франции три Венгро блин то ли две то ли три не помню и меня три да и тебе три а кажется простое отношение к Венеции плюс 25 цент ясно но плюс 25 он щас а вы пишите с Пруссией знаете за какие шеши молиться 300 ну да конечно я думаю еще просто сначала думал сейчас у Пруссии там 1025 смотрю у Пруссии под 40 с лишним тысяч это все равно было после твоей войны это не после моей войны это было после твоей войны с Пруссией домики у него уже лимит был нет не было домики у него были уже в мою войну у них вместе с со шведом было 80 тысяч я прокликивал самых этих домных людей там посылал я тебе говорю что у них в этот момент ты можешь стрим посмотреть вместе со шведом их было 80 тысяч у Пруссии было 40 там с лишним и у шведа 49 ну в общем я сначала подумал что Пруссия оверлимит нанял я еще у нее спрашиваю ты что оверлимит нанял он говорит нет типа домики настроил ну да косяк косяк ну там еще хлеб и салат ну из культуры как-нибудь стремя развить тельце ну пределиндяк крепленность повысится я смогу без Токхидока обойтись вообще если кто то в войне будет хочу чуть ли не вертеться далее несколько на чем ты там вертишься? после тебя неприятно но вообще-то скорее всего в следующей части будет моя замена так что я хз кто там будет что здесь низко? у меня есть один игрок интересный какой алиев? а какой линкс? линкс конечно заманчиво, но я не хочу в бою пашу? а не азиаст играть нельзя не сможет почему не сможет? я думаю линкс можно обрешить линкс шпионаж обычно берет теперь астократия так что низко кого хочешь предложить? себя надеюсь? нет, я не сяду на такое умелое говно а ты сидишь и так на нем на умелом говне ну да, я сверху говно стоял подо мной ты бы хоть стул помыл о, я брака че ты уже начали всякую фигню нести все, ты меня обидел ладно, всем пока на стриме устал, я в мухожук что-то было следующая партия в понедельник также в пол девятого что-то нечислить я не могу потому что что-то невозможно мы сейчас